Словообразование немецкого языка – это раздел немецкого языка знания, изучающий структуру слов и законы их образования, опираясь на модельный аппарат. Последней является классификацией всех известных способов словопроизводства, включающих наиболее общие признаки. Словообразование в общей системе языка Словообразование не имеет четко определенного места ни в системе немецкого языка, ни в общем языкознании. Тенденция рассматривать его как часть непосредственно грамматики наглядно проявлялась еще в начале XX века, что вызывало множество споров среди ученых-лингвистов. С обособлением лексикологии в разряд самостоятельных разделов и как дисциплины языкознания словообразования стали рассматривать как его часть. К концу XX века сохранились обе точки зрения, ввиду того, что словообразование находит связь с грамматикой и лексикологией через структуру и семантику слова, а также через грамматические категории и парадигмы частей речи. Тем не менее, словообразование обладает собственно ему присущими чертами. Категории словообразования имеют широкое лексико-семантическое содержание, наглядно выражаемое через морфемы. Кроме того, в численном отношении словообразовательные средства имеют более разветвленную и сложную структуру, чем грамматические, обобщая лексические явления, но, в то же время, подчеркивая их индивидуальность. Это и позволяет отнести немецкое словообразование и словообразование вообще в самостоятельную категорию «понятийный аппарат». Немецкое словообразование оперирует целым рядом понятий, так или иначе относящихся к лексике, морфологии или грамматике в целом. К таким понятиям относятся синхрония и диахрония, то есть статистические и исторические аспекты. Хотя они и соотносимы с другими разделами языка, именно в словообразовании вызывают определенные сложности. Например, грамматические, синтаксические нормы архаизма вышли из употребления ибо являются инструментом немецкой стилистики, а лексика выходит из обихода и уже не имеет влияния на язык, что позволяет провести четкое разграничение между «старым» и «новым». Современная словообразовательная форма, в противовес остальному, входит в противоречие с историческим аспектом. Например, состояние современных немецких односложных корневых морфем находит отражение в прошлом из производных сложных слов вроде субстантивированного, древневерхненемецкого прилагательного «мениска», в современном языке имеющего вид «менш». Наряду с синхронией и диахронией словообразование используют понятия «мотивированные» или «мотивирующие слова». Поскольку диахрония отражает исторический аспект, то понятие синхрония относительно, то есть представляет исключительно срез на определенном этапе, а также не исключает возможности образования новых лексем. В этой связи различают продуктивные и непродуктивные способы словообразования, которые, однако, не всегда совпадают с частотностью или нечастотностью некоторых моделей. Например, часто встречаемый суффикс существительных женского рода «т» не является продуктивным, но некоторые нечастотные суффиксы, расширенные варианты суффикса существительных мужского рода «р» достаточно продуктивны. Одно из основных понятий немецкого словообразования – модель. Она представляет собой структуру, способную наполняться лексическими основами в рамках общих для всех элементов закономерностей, и также пересекается с процессуальными и статистическими аспектами. Словообразовательная модель имеет своим средством аффиксы, оформляющие основу, а также корневые изменения. Последнее средство имеет фонетический характер, а потому является условностью и не всегда относится ко всему набору словообразовательных средств. В словообразовательном анализе немецкого языка центральным понятием является морфема – минимальная значимая единица лексемы. Все морфемы немецкого языка подразделяются на лексические и грамматические. Последнее наблюдается в составе грамматических форм в виде суффиксов, префиксов и флексий. Все морфемы четко различимы. Так, например, в предложении отмечены три основы – один лексический префикс и три грамматических аффикса. В общем смысле, словообразовательный анализ является морфемным разбором, способы реализации которого различны. Возможно выделение исключительно словообразовательных морфем из слова. Например, «юнглак-лич» – «англак-лич». В этом случае показана лишь структура слова, включающая префикс «ан» корень «глак» и суффикс «лич». Семантика проявляет себя при анализе по непосредственно составляющим «юнглак-лич» – «юнглак» плюс «личан» плюс «глак». Прилагательное «юнглак-лич» является продуктом суффиксального словообразования от существительного «юнглак», которое, в свою очередь, префиксально образовано от существительного «глак». Таким образом, показано направление производности и однозначная модель каждой ступени членения. Существуют случаи, когда такое членение также не может дать однозначной картины или когда есть посторонние элементы. Словообразовательные модели Словообразовательная модель – это организованная структура, обладающая обобщенным лексиком, категориальным содержанием и основанная на общих закономерностях. По сути моделирования в словообразовании есть классификация, включающая 8 основных способов словообразования. Модель корневых слов, безафиксное словообразование, префиксация, суффиксация, префиксально-суффиксальное словопроизводство, полупрефиксация, полуфиксация, словосложение. Модель корневых слов Корневые слова не разлагаются на составляющие морфемы и обладают таким свойством как немотивированность. Немецкие корневые слова составляют относительно постоянный фонд немецких производящих основ, которые присоединяют аффиксы, таким образом, приобретают лексическое значение. Некоторые корневые слова сами выступают в качестве аффиксов или частотных компонентов. Собственно немецкие корни отличают их односложность или двусложность. Заимствование приобретает свойство неделимости. Они играют роль источника пополнения фонда немеченных основ, также используемых в немецком словообразовании. Особый статус имеют слова, стоящие близко к корневым, но чаще не включая моевых состав. Это звукоподражательные слова, междометия, мотивированные по своей сути. Модель безафиксного словообразования Безафиксное словообразование является особой моделью, не предполагающей наличие аффикса как средство словообразования, что делает затруднительным определение производной и производящей основ. Средством чаще всего является изменение корневой гласной, приобретение блаута или умлаута, однако наличие ауломорфов препятствует этому. С другой стороны, различные парадигмы частей речи являют собой функционирование одной основы в условиях разной дистрибуции. Префиксальная и суффиксальная модели Префиксация – это способ словообразования, подразумевающий присоединение к производящей основе префикса. Причем префикс стоит исключительно перед основой. Эта модель является полноценной и наиболее частой. Она затрагивает как именные части речи, так и глаголы. Чаще всего префиксы называют безударными или необделяемыми приставками, принимая во внимание их свойства не обособляться от основы. В случаях, когда полупрефиксы уступают место другой морфимилии уходят на второй план, семантическая роль этой модели заключается в придании слову определенного значения. Примеры префиксов – b, dar, m, end, mis, yer, ver. Суффиксация, как модель парная префиксации, также предполагает наличие аффикса, но уже после производящей основы. Особенностью семантической роли этой модели в том, что суффикс имеет абстрактное, более широкое значение. Так, суффикс существительных женского рода кит придает и значение свойств одушевленных и неодушевленных предметов, значение собирательности или отрицательных действий. Для суффиксов характерно наличие вариантов, возможность сливаться с другим суффиксом или основой тик. Префиксально-суффиксальная модель. В случае с префиксально-суффиксальным словообразованием подразумевается, что основа присоединяет префикс и суффикс одновременно. Одним из таких случаев является образование некоторых существительных при помощи префикса – j и суффикса – e, jeffred, jefford и т.д. Некоторые прилагательные присоединяют префикс и суффикс-то подобно тому, как это происходит при образовании партизип двух слабых глаголов – jeffield, beffred, модели основ с полупрефиксами и полусуффиксами. Полуафиксы восходят к основам самостоятельных лексем, и хотя они являются словообразовательными средствами, связь с ними полуафиксы не утратили. Отсюда основные характеристики полуафиксов – схожесть с основой лексема и этимологическая связь с ней, которая может наблюдаться в семантике. Полупрефиксы близки к обычным префиксам. Так, основные полупрефиксы, отделяемые ударные приставки, копируют предлоги – of, aus, be, mit, vor, su и другие полупрефиксы – uber, um. Anter, ue, uber могут служить в качестве префиксов, не связанные с предлогами полупрефиксы, которые соотносимы с именными основами, объединяются в семантические группы. Например, признак усиления полупрефиксов – blitz, alsu, hock, stein и других. Полусуффиксы имена на речи примечательны узостью семантических категорий, которые они выражают. Например, направление у полусуффиксов на речи – uex, seis, обозначение лица у полусуффиксов существительных – man, person. Hans, Abilie, Wolle, Rech. Словосложение немецкое словосложение является одним из наиболее распространенных способов образования новых слов. Он представляет собой сложение основ друг с другом, выделяет определительное и неопределительное сложение, наиболее продуктивным из которых является первое, стоящее перед или после производящей основы слова, имеющее все свойства полуаффиксов, но со слабым семантическим сдвигом, называются частотными компонентами, семантические и стилистические аспекты словообразования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...